Александр, смотритель за парка, который однажды столкнулся с трудной ситуацией, с маленьким львенком. Люди хотели держать его в качестве домашнего животного и понятия не имели, как за ним ухаживать. Малышка была голодна и напугана. Он знал, что должен что-то сделать, чтобы защитить ее. Если бы он не действовал, она бы не прожила и месяца. Поэтому Александр спас крошечного детеныша и отвез его в заповедник дикой природы, где он мог позаботиться о нем. В тот момент она была крошечным комочком меха, который нуждался в большой любви и заботе. Он решил, что хочет назвать ее Киорой. Мужчина называл себя ее приемным отцом и заботился о ней, как настоящий родитель. Но этот хищник не стал бы домашней кошкой, которая могла оставаться в помещении. Когда она выросла, стало ясно, что ей понадобится больше, чем может предоставить заповедник. В то же время он должен был убедиться, что у Киары будет жизнь, в которой она сможет быть счастливой и быть настоящей львицей. Александр нашел большой заповедник в Мехико, который согласился взять на себя Киару. Этот фонд занимается заботой о больших кошках и удовлетворением их потребностей. Но будет и существенный минус, она будет жить далеко от Александра. Так что он не сможет видеть ее очень часто. Львица, скорее всего, забудет, кто он такой, и сформирует другие привязанности. Но у мужчины не было другого выбора. Он принял болезненное решение отпустить ее. Киара долгое время казалась грустной и подавленной, но со временем она нашла новую семью и снова стала прежней. Казалось, Киара наконец-то обустроилась в своем новом доме и забыла о приемном отце. Но Александр всегда будет помнить львицу, которую он вырастил с раннего возраста. Он всегда хотел вернуться и навестить ее, но многое мешало ему это сделать. После семи лет разлуки у Александра наконец появились финансовые средства и время, чтобы навестить ее. Семь лет, это долго, но вспомнит ли она его? Александр добрался до ограждения и пошел поприветствовать ее. Никто точно не знал, как все пойдет. Все надеялись, что Киара подаст небольшой знак, что помнит человека, который когда-то был ее приемным отцом. Поскольку Александр смотритель за парка, ему разрешили войти в вольер Киары. Но сотрудники фонда дали ему понять, что он делает это на свой страх и риск. Это может быть опасно. Что, если она вообще его не помнила, Киара была далеко не милой девчонкой, которую Александр знал так много лет назад. Она стала уважаемой львицей, живущей с другими представителями своего вида. Человеческие родители давно ушли в прошлое. Все может случиться. Александр открыл ворота соседней ограды и вошел внутрь. Киара, казалось, вела себя странно. Она ходила взад-вперед и казалась нетерпеливой. Когда Александр назвал ее имя, она возбужденно заскребла по дверце клетки. Наконец настал момент, которого все ждали. Ворота в соседнюю клетку были открыты. Киара бросилась на Александра и не смогла сдержать эмоций. Огромный лев с легкостью повалил человека на землю. Окружающие были очень шокированы, если стали свидетелями трагедии. Но всем быстро стало ясно, что львица просто счастлива и не хочет навредить человеку. Наоборот, она сразу узнала мужчину и обняла его. Ее поведение было не поведением разгневанной львицы, а поведением дочери, которая спустя долгое время снова увидела своего отца. Сотрудники фонда были поражены и тронуты тем, что развернулось на их глазах. Удивительно было то, что она, казалось, не хотела его отпускать. Она использовала лапу и ноги, чтобы удержать его. Затем она прижалась к нему, как будто она была маленьким детенышем. Это было небезопасно, но, учитывая, что эти животные весят более ста килограмм. Но Киара знала, как быть нежной с людьми. Если кто-то когда-либо сомневался в том, что львы обладают долговременной памятью, то теперь это ясно. Спустя семь долгих лет, любовь и связь между львицей и мужчиной остались прежними. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, поставьте пожалуйста лайк и подпишитесь на канал. У нас много интересных историй про животных.